Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет. С вами священник Стохик Латвин. И, как обычно, по традиции мы разберем один и единственный стих, сосредоточив на нем все свое внимание. Тем более, сегодняшний стих, правда, в нем сложности порой больше, чем в некоторых и притчах небольших, коротких, хотя каждое слово Божие, каждая притча – это неизмеримая глубина. Сложное для понимания, именно потому что он провокационный, как-то, кажется, даже не очень-то справедливый. Однако мы должны разобрать и понять, что справедливость божественная, она куда выше справедливости человеческой. Итак, давайте откроем Евангелие от Марка, 4 главу, и прочтем 25 стих. «Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется, и то, что имеет». Конечно, мы-то всегда по себе погрешным мирим, поэтому нам кажется, ой, это вот, ну там, эпидемия, сложности, войны, а в итоге что? Бедные беднеют, нищают, богатые богатеют. Ну или там мирное спокойное время, ну то же там, коррупция какая-то нарастает. В общем, все мы на земное. Речь, Господь, идет не об этом. Нет, хотя тоже и для земных законов, как мы видим, этот стих показывает, но как раз ничего радостного вроде в его толковании таком нет. За исключением того, что Господь говорит, да, там, богачу безумному, безумный, душу твою отниму, что ты, кому ты все оставишь, что ты вот у тебя, ты вроде взял и неумущего отнял и себе присвоил. Или то, что храните сокровища ваши там, где татьи, где воры, не подкапывают, не крадут, да, сокровища духовные собирайте. И где сердце ваше, там сокровище ваше, да. Вот это нам тоже важно помнить. Однако перейдем, не будем на этом земном толковании, примитивном останавливаться, перейдем дальше. Конечно, речь о сокровищах духовных. И тут, конечно, мы видим, что нету некоторого промежуточного положения. Вот если мы вспоминаем еретическое учение, очистилище, что нечто среднее между адом и раем, ну вот как-то мы все относим, смотрим, но вроде я не совсем страшный грешник. Смотрим на святого, ну вроде тоже, ну как-то я не святой, совсем на него не похож. Тем более, если брать какие-то возвышенные, такие отредактированные житья, приглаженные, где, ну, не видно за святым порой даже реального человека со своими страстями, который их победил, который их преодолел. Что же нам делать? Вот как нам, куда попасть? Вот Господь все-таки показывает, да, кто не со мной, тот против меня. Кто не в Царстве Небесном, тот вне его. Кто не хочет быть с Богом, тот не будет с Богом. Причем не хочет ни по декларации, ни потому что заявляет так, а по своим поступкам, по своим делам. И вот как раз об этом этот стих и говорит. Потому что если ты будешь стремиться к Христу и ты взял и что-то хотя бы сделал, этот стих не разрушает надежду, он наоборот эту одежду дает. Вот у тебя что-то есть. Кто имеет, тому будет дано. То есть вот ты взял и некоторый добродетель своей души возрастил. Ты взял какой-то свой грех и ради Христа его победил. Не до конца, может, ты до конца жизни с ним сражаешься, но все равно изо дня в день с ним борешься, не сдаешься. Ты уже что-то сделал. И потом ты говоришь, Господи, максимум, больше не могу. Вот в добродетели это сделал, все, не могу больше добра сделать. Вот этот грех меня гложет, но как-то он меня, я борюсь, борюсь, но не отлипает. Да, вот как помните, апостол Павел говорил, жало вплоть мне, да, вот и некоторые толкователи толкуют, что это он говорит о какой-то болезни, а некоторые все-таки о том, что это болезнь души, какой-то грех был, который он не мог победить, и наоборот, Господи, убери от меня это. Но, Господа, не нужно нас убирать во время нашей земной жизни, ограждать полностью от грехов. Не нужно, чтобы мы были абсолютно идеальны в добродетели, потому что идеален только Господь наш Иисус Христос, мы все не идеальны. Но если мы хоть что-то принесли Господу, какой-то плод, то мы таким образом уже от Господа, вот мы что-то имеем, и тем дано будет. Кем дано? Дано будет Христом. Христос нам дает все остальное. Вот у нас есть столько-то. Тем более вспомним предыдущий стих. Предыдущий стих же как звучит, да, какой мерец такой, вот и вам будет отмерено. И наоборот, еще там добавлено, что и прибавлено будет к этой мере. И, конечно, если говорить о мере добрых дел или о мере покаяния, да, действительно, у нас будет всегда некоторая недостача, но Господь, видя, что мы хоть что-то, какой-то плод Ему принесли, Он дает, дает нам сверх этого, и мы можем наследовать Царство Небесное. Мы приходим, у нас столько-то добродетелей. А для входа в Царство Небесное их надо, ну, предположим, в миллион раз больше. Ну, потому что все мы такие жалкие грешники. А Господь смотрит, ну, хоть на донышке мы этих добродетелей принесли, и Ему ничего не стоит, потому что Он нас любит, в Царствие Небесное принять. Или у нас действительно бездна грехов, ну, хоть там 3-5 грехов мы заметили, на Испуде сказали, их исповедовали, боремся с ними. Тоже тяжесть-то остается на душе. Мы приходим к вратам Царства Небесного, Господь видит, что мы хоть какое-то покаяние принесли. И Он берет, и всю эту бездну грехов, миллиарды грехов, незамеченные, которые в уме у нас вертятся, прощает, очищает и соединяет с собой, добавляет от себя. Потому что Он нас выкупил, как апостол Павел говорит, помните, дорогой ценой выкуплены, ценой крови Господа и Спасителя нашего, которая бесценна, и поэтому она любой грех может перевесить. Именно поэтому Господь нам грехи в покаянии прощает и через причастие нас с собою соединяет. Однако здесь есть некоторый риск. Риск такой, что вот, ну, батюшка, вы там так сказали, ну, можно-то расслабиться. Расслабиться, ну, вот чтобы не расслабиться, как раз у нас вторая часть стиха. То, что скажут, а кто не имеет, у того отымется все, что имеется. И как так? Нам сразу кажется, ну, не, ну вот у нас есть и чуть-чуть есть, батюшка только что объяснил, значит, дополнит Христос и уже попал в Царствие Небесное. А вот это, наверное, про тех, у кого ничего нету, ну, и как бы к ним и прибавлять нечего. Я же все-таки человек немножко верующий, воцерковленный, храм, как-то там хожу, заглядываю, даже в Таинство Церкви участвую, даже там смотрю толкования евангельские на библейском портале. Ну, я-то уже заслужил, я-то заслужил немножко, значит, у меня должны не отниматься, а наоборот даваться. Нет, Господь приходит, смотрит, что мы так мало принесли, что ему, ну, не дополнить. Что, ну, нет у нас на самом деле стремления к Богу. Может, есть страх попасть в ад, может, просто, ну, как-то там совесть нам что-то подсказывает, гложет, но мы тоже ее прислушались. Может, там мы делаем какие-то усилия и этим гордимся усилиями, как мы какую-то добродетель сделали, а грехов в три раза больше сделали и от Господа отпали. И Господь говорит, да, ты что-то действительно потрудился. Как вот он фарисеям говорил, молодцы, вы хорошо соблюдаете закон, но все равно смотрите, здесь вы субботу думаете чтить, а вспомните, а у вас волосел падает в колодец, вы что, его не вытаскиваете во время субботы? Вытаскиваете, все, подсудны. И вот эти все какие-то вещи, которые тебе кажется, что я заслужил, что я-то сделал, выясняется, что их недостаточно. И Господь говорит, нет, тебе это все не пригодилось. Иди в ад в царство Лукавого, нет тебе места в царстве небесном. Тут Лукавый, конечно, может нам подсказать такую вот мысль, а, ну все, уже шанса нету, поэтому мы берем и можем грешить на пропалу, и все равно там, ну, какие-то наши усилия, их не хватит. Вот эта разница между тем, что имеется, и к чему Господь добавится, и тем, что не имеется, и что Господь, наоборот, заберет, и в царство небесном не может попасть, она настолько же мала, как разница вот у человека там какая-нибудь компания контролирует, два сооснователя, бизнесмена, может даже два брата, отцовскую компанию, а вот просто у одного 51% компании, а другого 49%. Разница всего ничего, а власти большее решение принимает на совете директоров тот, у кого 51%. Или выборы идут, да, и вот вроде голосов почти одинаково, но у одного 49% голосов, а другого 51%. И тоже тот, кто 51% получил, ну, половина людей не за него, а все равно он получает все, все равно он все получает. Ну, или там выбирает женщина, девушка прекрасная между двумя ухажерами, и тот хороший человек, и тот хороший человек. И оба ухаживают, и оба свои достоинства, но все равно победу одерживает только один, только он берет ее в жены. И вот примерно точно так же и мы к Царству Небесному относимся, что нам надо вот идти до конца, да, чтобы прилагать вот это усилие, чтобы сделать с запасом. Тут, конечно, можно сказать, а как вот понять, что ты эту меру выработал? А никак ты это не поймешь. Нужно действовать наверняка. Если тебе надо перепрыгнуть со здания на здание, спасаясь от какой-то погони, ты прыгаешь не то, что, ой, метр разницы, я, значит, на метр прыгну. Ты должен прыгнуть там на 3 метра из силы, это больше, чем олимпийские чемпионы, потому что у тебя адреналин в крови. Иначе ты либо тебя схватят, либо ты упадешь и разобьешься. Вот точно так же и здесь, если ты берешь и понимаешь, что тебе надо проплыть где-то под водой, ты не то, что набираешь воздух, ой, тут немножко плыть и проплыву. Ты максимально воздуха набираешь, максимально тщательно плывешь, сильно не сдаешься, потому что, ну, чтобы доплыть, пусть потом у тебя воздух останется лишний у легких, но зато ты спасся, ты выжил. Точно так же и здесь надо относиться. И опять же, тут заключение все-таки сказать, в средние века было такое вот как раз и лжеучение. Сокровищницы добрых дел, что Папа Римский вот там взяли святые, переработали, много у них добродетелей, они лишние, Папа Римский раздает индульгенции, продает или за крестовый поход в их участие. Нет, это, конечно, все чепуха. Потому что Господь сам дает. Ни у одного человека, даже самого святого, не будет настолько добрых дел, чтобы войти в Царствие Небесное. Господь всех нас принимает, наоборот, милосердие. Он только может восполнить, восполнить недостачу вот этого добродетеля, недостачу уподобления Христу. Поэтому, дорогие братья и сестры, надеемся только на Христа, но делаем это все возможное, что в наших силах для спасения. Субтитры создавал DimaTorzok